Процесс зарядки конденсатора. Первоначально не заряженный конденсатор, конвольт равно нулю, через сопротивление R подключается к батарейке. CDS равный эпсилон. Сопротивление R включает в себя все сопротивления в этой цепи. После замыкания ключа образуется замкнутый контур, к которому можно применить правила Киргофа. Поскольку у нас ток пойдет в направлении от положительной пластины к отрицательной, то правила обхода нам удобно выбрать здесь по часовой стрелке. И обойдем эту цепь, пользуясь нехитрыми правилами законов Киргофа, второго правила Киргофа. При переходе через ЭДС у нас получается в правой части ЭДС со знаком плюс. Поскольку конденсатор будет заряжаться так, что у него слева будут накапливаться положительные заряды при переходе через конденсатор. Мы перейдем на пластину с меньшим потенциалом, поэтому минус Ку разделить на С. А в левой части у нас будет стоять падение напряжения. Правила обхода западают с направлением тока, который идет через сопротивление, поэтому здесь и на Ф с плюсом. Учитывая, что ток связан через производную с зарядом ДКУПДТ запишем дифференциальное уравнение для Ку. Дифференциальное уравнение получается неоднородное с правой частью, постоянное правая часть. Поэтому способ решения ИСНЕСК мы будем использовать такое неоднородное решение неоднородного уравнения состоит из общего решения однородного плюс любое частное неоднородного. И мы решим сначала дифференциальное уравнение однородное. Минус Ку разделить на С. Да, и здесь я регулярно забываю буквку Р. Здесь у нас должна быть такая комбинация РС. Уравняем с разделяющимися переменными, поэтому получаем мы логарифм Ку будет равен Т разделить на РС минус Т разделить на РС плюс какая-то константа. Или можно записать Ку равно какая-то константа другая, связанная через логарифм с той константой, которую мы описали Е в степени минус Т разделить на РС. Это у нас получилось общее решение неоднородного уравнения. Частное решение однородного уравнения можно определить из такого соображения при Т стремящемся к нулю при Т очень больших значениях Т при Т стремящемся к бесконечности конденсатор надзарядится и напряжение на нем или заряд на нем при Т стремящемся к конденсатору будет стремиться к ε умножить на С то есть напряжение на конденсаторе будет равно ε конденсатор заряется до напряжения равного ЭДС источника питания. И мы должны сложить два этих решения Ку это у нас неоднородного это у нас однородного общее решение а это Ку, которое мы хотим найти оно будет записываться так константа штрих и в степени минус Т разделить на РС плюс ε умножить на С изначальных условий которые заключались в том что Ку при Т равном нулю у нас было равно нулю мы запишем константа штрих умножить на Е в степени минус ноль плюс ε С равно нулю отсюда константа ну понятно что экспонента у нас будет равна единице а константа штрих у нас будет равна минус ε С поэтому решение Ку общее решение недородного уравнения будет равно ε С мы вынесем единица у нас останется в скобках с плюсом а экспонента будет с минусом минус Т разделить на РС ток связан с зарядом соотношением и равно д кубе дт и если мы возьмем учитывая что ε С константы РС тоже константы производную то получим что у нас здесь будет ε разделить на Р Е в степени минус Т деленное на РС если нарисовать теперь два графика зависимости заряда и тока от времени друг под другом то получатся такие картинки заряд будет асимптетически стремиться к максимальному значению которое равно ε умножить С за время равное Тау достигнут значения какое будет значение которое мы назовем q1 за время равное Тау которое равное РС у нас будет ε С единица минус единица разделить на Е примерно 1 третья значит ε разделить на С примерно 2 третий q1 достигнет примерно значения 70% от всего максимального А если посмотрим на ток то ток у нас будет экспоненциально убывать от максимального значения которое равно ε разделить на r как только мы замкнули ключ максимальный ток сразу ринулся а потом конденсатор начинает заряжаться и напряжение приложенное к конденсатору уменьшается падение напряжения на сопротивление уменьшается за время равное Тау ток убывает в Е раз и потом экспоненциально стремится к нулю примерно 0,3 от максимального значения 1300 30 30 30 37 38 31 33 35 35 Продолжение следует...